всех приветствую на своем канале с вами татьяна сегодняшней работе использую портьерные ткани конечно это в некотором роде авантюра так как в петчворке удобнее работать с хлопковыми тканями а здесь атласное переплетение ткани скользкие но меня это не останавливает мне понадобятся квадраты размером 15 на 15 у меня это линейка можно вырезать по шаблону мне понадобятся два розовых квадрата 3 белых и 4 синих я расположила квадраты вот таким способом и решила использовать на лицо изнаночную сторону она шершавая и при сшивании это будет удобнее однако мне не понравилось вот эта сторона она более насыщенная я не захотелось использовать все таки вот эту атласную сторону когда сшиваешь атлас с атласом то приходится постараться чтобы ткани не сдвинулись при сшивании для начала я соединю вот эти два вертикальных столбика а затем присоединю третий столбик и обязательно конечно надо сколоть около машинки я еще это подправлю а пока чтобы понимать какую сторону мне сшивать я вот так просто их соединю вот первые два столбика я соединила и присоединяю третий показываю вам изнаночную сторону припуски я заутюжила таким образом чтобы при последующем присоединении в уголках вот в этих местах не образовывалась излишняя толщина и таким образом я сейчас сшиваю по горизонтали ну вот так я выровняла края дальше я замеряю ширину квадрата это 13 сантиметров шесть с половиной это будет половина квадрата и надо вот по этой линии сделать разрез вдоль и также поперек вот я разрезала а дальше можно получить несколько вариантов рисунка разворачивая квадраты разными сторонами можно сделать так можно совместив розовые квадраты уголочками то есть это как вам захочется можно делать то есть это очень такая интересная игра я решила остановиться вот на таком варианте вот ей теперь я соединю квадраты между собой ну вот дальше я вырезала подложку больше заготовки примерно на 5 сантиметров с каждой стороны и я сейчас закреплю обе детали ножеволькой и хочу сделать декоративные строчки ну вот сделала декоративную отстрочку вырезала вот такие полоски шириной 6 сантиметров и из этих полос я сейчас сделаю рамочку сначала пришиваю с двух противоположных сторон и затем оставшиеся стороны более длинными полосками вот так заготовку я выровняла по краям из светлой ткани вырезала две детали вырезала из того что имелось вот эту подгибку надо бы конечно сделать пошире но исходим из того что имеется и мне надо прострочить по всему периметру вот я прострочила и вывернула я сейчас выправлю уголки самым аккуратным образом пользуюсь я палочкой для суши я ее точно насквозь не продавишь и теперь надо вот эти швы очень аккуратно выправить и как следует заутюжить вот я все отгладила и теперь осталось проложить строчку по внутреннему краю рамочки ну и вот готовая наволочка такая она с задней стороны и сейчас я надену ее на подушку и вам покажу ну вот так выглядит наша подушка да я не сказала вам про размеры так размер подушки 37 на 37 ширина каймы четыре с половиной сантиметра так и вот такая она задней стороны мне подушка понравилась правда подушка несколько великовато для этой наволочки она предназначена для наволочки размером 40 на 40 и еще насчет этих декоративных строчек ну вот есть они в машинке и мне захотелось их использовать муж мне сказал что без них лучше что это лишнее мне хотелось бы узнать ваше мнение действительно может быть без этой декоративной отделки было бы интересней лаконичнее может быть поделитесь пожалуйста в комментариях в общем я жду ваших отзывов жду ваших оценок делитесь в соцсетях с вашими друзьями жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые работы и до скорой встречи